Глава 2, часть 2. Арабы с еврейскими в кавычках головами. Недалеко от еврейского города Маалот, что в Верхней Галилее, находится арабская деревня Миилия. Маалот приобрел мировую известность несколько лет назад, когда арабские террористы захватили в нем школу, а во время штурма израильскими солдатами погибло более 20 детей. Арабская Миилия не настолько известна. Евреи не захватывали и не убивали в ней детей. Как бы то ни было, важно, чтобы евреи, посещающие стену Плача, Масаду, Кибуцы и Мертвое море, увидели это галилейское арабское село и его обитателей. Ведь немногие туристы из тех, кто видит Иерусалим в золоте, когда-нибудь увидят настоящее лицо Израиля. Что хуже, это касается и многих евреев. Миилия – деревня процветающая. Здесь постоянно что-то строят. Арабы строят новые дома или расширяют существующие. У многих семей есть автомобили, нередко новые. В основном здесь живут арабы-христиане, стало быть, умеренные, в кавычках, следуя нынешней еврейской мифологии. У многих из них есть высшее образование. Иными словами, это идеальный образец современной прогрессивной израильско-арабской деревни, из которой, благодаря либеральным, гуманным, прогрессивным евреям, выйдут хорошие, в кавычках, арабы. Теперь позвольте познакомить вас с Салимом. Салим живет в Миилии. У него все отлично. Спасибо, что поинтересовались. Он адвокат, как и его брат и жена. Все трое снимают офис в еврейском городе Нахария. Будучи выпускником еврейского университета, он свободно говорит по-еврейски, а надев джинсы, запросто сойдет за израильского еврея. Но когда израильский еженедельник Ньюс Вью 16 октября 1984 года попросил его охарактеризовать себя, вот что ответил этот христианин, образованный, преуспевающий адвокат, продукт еврейского либерализма и сосуществования. В первую очередь я палестинец, затем араб. Наконец я христианин. Мне приходится жить в Израиле, но я не чувствую себя израильским гражданином. Я не могу быть в Израиле настоящим гражданином, пока он является еврейским государством и дискриминирует неевреев. В законе о возвращении говорится, что любой еврей из любой точки планеты имеет право поселиться в этой стране. А мой народ, который раньше здесь жил, сегодня живет в лагерях беженцев в Ливане и Персидском заливе, и у него нет этого права. Конец цитаты. Предельно ясное объяснение. Закон о возвращении. Любой прогрессивный, либеральный еврей знает, что борьба с каханизмом и расизмом идет не на жизнь, а на смерть. Любой еврейский лидер, начиная с Хаима Герцога, президента Израиля, и заканчивая конференцией президентов еврейских организаций, скажет вам, что каханизм – это прямая противоположность сионизму, который пронизан демократией, либерализмом и гуманизмом до мозга костей идеологии и философии. И закон о возвращении находится в самом центре демократического, либерального, гуманистического сионистского государства. Иными словами, он есть прямая противоположность российскому каханизму. И о чем же говорит этот закон о возвращении? Закон, устанавливающий правила эмиграции и дающий право жить в Израиле. О чем говорит этот истинно сионистский закон, принятый Давидом Бен-Гурионом, вечная ему память? Цитата. Закон о возвращении. 1950 год. Первое. Каждый еврей имеет право эмигрировать в Израиль. Второе. Каждый еврей, выразивший желание поселиться в Израиле, получает эмиграционный пропуск. Конец цитаты. Каждый еврей. Закон о возвращении государства Израиль, принятый либерисским сионистским правительством Давида Бен-Гуриона. Каждый еврей. Вопрос. Если бы Давид Бен-Гурион не принял такой закон, если бы у государства Израиль не было такого закона, Амир Каханы предложил бы его слово в слово. Что бы сказала на это либерисская сионистская партия Давида Бен-Гуриона? Что бы сказали президент Израиля, премьер-министр, председатель Кнессета, пресса, интеллектуалы, Бен-Эй-Брид, американский еврейский комитет в Нью-Йорк Таймс? Сказать вам? Но давайте вернемся к Салиму, который жалуется, что в еврейском государстве арабы не могут считаться гражданами первого сорта, и что еврейское государство не может быть полностью демократичным по отношению ко всем гражданам. Не правда? Но это именно так. Не менее важен и тот факт, что в отличие от евреев, которые как от огня бегут от страшной, болезненной реальности этого противоречия, Салим смотрит ему прямо в лицо и предлагает ответ. Выбор Салима таков. Мы против того, чтобы арабы участвовали в израильских выборах, потому что это легитимирует еврейское государство. Конец цитаты. Мы примем государство в границах западного берега только в качестве первого шага к освобождению Галилеи. Конец цитаты. Освобождение Галилеи? Конечно же, наш образованный просвещенный араб-христианин, продукт еврейской щедрости, любимчик объединенного еврейского призыва и женщин из Адассы просто пошутил. Галилеи? Конечно же, все прогрессивные евреи разделяют его осуждения и оккупации земель, не принадлежащих Израилю, таких как Западный берег, Иудея, Самария и Газа. Это библейские земли, где жили еврейские предки, где они создали свои еврейские государства. Но говорить об освобождении Галилеи, исконной территории государства Израиль, еврейской территории, как Салим может такое говорить? Очень просто. Потому что Салим не считает Галилею еврейской. Потому что Салим, как и множество других израильских арабов, живущих в Израиле, не считает, что Израиль в кавычках должен быть еврейским. Он не считает, что Израиль должен быть. И вот что он говорит в этом же интервью. «Мы против того, чтобы арабы участвовали в израильских выборах, потому что это легитимирует еврейское государство». Конец цитаты. Для Салима освобождение Галилеи – идея очевидная. Ведь он помнит, что до 1948 года ее преимущественно населяли арабы. Что по плану разделения ООН от 1947 года, вся ее западная часть была передана предполагаемому арабскому государству. После этого в ходе войны евреи заняли всю Галилею и десятки тысяч арабов ее покинули. Конечно же, Салим хотел бы «освободить» и Хеврон, и Шхем, и Ерихон, и Вифлеем, и все территории Иудеи, Самарии, Газа и Галан, которые еврейские лемминги под влиянием левых называют «оккупированными». Однако Салим, живя в Галилее, не заинтересован в переезде в палестинское государство, которое может быть создано на этих «оккупированных землях». Он хочет остаться в оккупированной Галилее и сражаться за ее освобождение, чтобы она также вошла в состав «постоянно растущей Палестины», которая не успокоится, пока не освободит весь Израиль. И вряд ли Салим одинок в своей надежде на освобождение Галилеи. 2 июля 79 года был типичным солнечным днем в Иерусалиме. В небе не облачко, дует теплый вечерний бриз, и шесть тысяч израильских граждан собрались у входа своего парламента к Несета. Шесть тысяч граждан приехали на ста автобусах из Галилеи к своему правительству. Шесть тысяч граждан из Галилеи – арабов. Они приехали для того, чтобы устроить одну из крупнейших в истории демонстраций перед Кнессетом, а целью их было выразить протест против евреизации Галилеи. Мужественные и суровые плакаты гласили «Кровью и духом освободим Галилею! Галилею – арабам! Евреи – вон!» Нет, Салим не одинок. Подавляющее большинство израильских арабов с ним солидарны. Все они предпочли бы жить в собственной арабской Палестине, а не в еврейском Израиле. Очень многие из них убеждены, что это лишь вопрос времени, что уже очень скоро они будут жить в Палестине, так что уезжать из Галилеи не придется. Вот почему Салим, новый израильский араб, больше не боится прямо сказать израильскому журналисту то, что подавляющее большинство арабов в еврейском государстве нежно лелеют в сердцах. «Мы, галилейские палестинцы, в основном находимся в одной лодке. Мы все чувствуем то же самое во время обстрелов Катюшами, ракетами из Ливанской Галилеи. Евреи Маолота отправились в укрытие, а мы вышли на крышу смотреть. Ни одна ракета не упала на Миилию или Таршиху, арабский город-спутник еврейского Маолота. «Катюши подняли наш моральный дух. Я почувствовал, что тот, кто из них стрелял по ту сторону границы, был моим братом, который сражался за эту землю. Когда Израиль вторгся в Ливан и ООП потеряла там свое влияние, мы все были шокированы и подавлены». Конец цитаты. «Могу представить, что средний еврей – простой и наивный пленник абсурдной и обманчивой пропаганды еврейского истеблишмента о существовании евреев и арабов в Израиле, что он, читая слова Салима, тоже шокирован и подавлен. И я тоже, я тоже шокирован и подавлен от того, что хоть один еврей шокирован и подавлен. Я шокирован и подавлен от того, что евреи столь слепы, бестолковы и невежественны в вопросе национальной гордости арабов, что они шокированы и подавлены от слов Салима. Его слова так логичны, так очевидны, они так говорят за себя. Это слова араба, который не нуждается во взаимопонимании, в кавычках. Он все прекрасно понимает. Он понимает, что сионизм верит в еврейское государство, в котором правит еврей, а сам он хочет палестинское государство, в котором правит араб. Он понимал бы это, даже не будь он адвокатом со степенью бакалавра еврейского университета. Не понимают это только двуногие леминги моисеевой веры, которые продолжают убегать в страхе, отпугающей для них реальности. Средний еврей не имеет ни малейшего представления о современном положении дел в арабском Израиле. Он может молиться у стены, залезать на Масаду, набивать живот в отеле «Царь Давид», прогуливаться по туристическим маршрутам Иерусалима и Тель-Авива, купаться в Мертвом море, но не иметь ни малейшего представления о том, что представляет собой Израиль, какие вулканические извержения прорываются из-под земли, какие ужасающие конфликты и противоречия разделяют евреев и арабов. И если невежество еврея изгнания можно считать трагедией, то житель Израиля, который отказывается видеть, это больше, чем просто трагичный персонаж. Это преступник, который навлекает катастрофу на себя, на своих детей и на всех окружающих. В конечном счете, Салим больше, чем просто человек. Это понятие. Он представляет собой менталитет израильского араба, того, кто никогда не станет сионистом, потому что не является евреем, того, кому не нужно еврейское государство, де-факто делающее его неравным по отношению к гражданам евреям. В десяти минутах езды от шумно-еврейской фарсабы на прибрежной равнине еврейского государства расположился израильский город Тайбе. Город это арабский, и, как любят повторять гордые агитаторы объединенного еврейского призыва или министры, уровень жизни в нем выше, чем в среднем арабском городе арабского мира. В августе 1984 года под яркий свет уличных фонарей, предоставленный еврейским государством, и безупречную работу канализации, предоставленной еврейским государством, в Тайбе проходит фестиваль палестинских обычаев, организованный арабскими артистами и интеллектуалами, предоставленный еврейским государством. Организацией фестиваля руководил некий Сала Барнаси, в прошлом один из лидеров арабской организации Аль-Арад, земля, которая отказывалась признавать полномочия государства Израиль над территорией, в которой оно правит. Впрочем, это было в 1959 году, еще до оккупации земель, в кавычках, в 1967. В ходе фестиваля оратор вдруг воскликнул. «Они хотели, чтобы мы забыли! Они хотели, чтобы мы забыли! Мы ничего не собираемся забывать! Да здравствует революция! Да здравствует ООП!» Хадашот, 23 августа 1984 года. Охваченная энтузиазмом толпа, ринулась к трибуне. Люди махали кулаками. Многие изображали знак ВИ, обозначающий победу. Десять минут от Кфарсабы, которая, в свою очередь, находится в 20 минутах от Тель-Авива. 24 июля 1982 года в этом же городе проходил митинг. Газета «Джерузалемпост» 25 июля писала. «Толпа молодежи скандировала. Сионисты, убирайтесь домой! Земля Палестины наша, и она свободна!» Газета добавляет. Один из ораторов, Анаят Бургул, студент биологии из Барыланского университета, израильский университет, основанный и финансируемый религиозными евреями США, заявил, у палестинцев в Израиле и где бы то ни было, нет другого руководства, кроме ООП. Другие лозунги гласили, освободим Палестину кровью и силой. «Бегин, бегин! Катюши вновь упадут на Кирьят Шмону, еврейский город в Галилее!» Я очень сильно подозреваю, что внушительная часть еврейского народа нуждается в национальном психоаналитике, потому что как иначе объяснить тот факт, что арабский парламентарий Мухаммад Миари 15 октября 1985 года принялся оспаривать право еврейского народа на Израиль не где-то, а прямо в Кнессете. Процитирую его слова. «Государство Израиль – это государство не еврейского народа, но тех граждан, которые живут в нем в качестве граждан государства Израиль. Я это говорю, мы это говорим, и мы будем и дальше бороться за это». Конец цитаты. «Не может быть более явного вызова государству Израиль, как сионистскому еврейскому государству, созданному евреями для евреев. Претензия арабов, причем коварно-временная, согласно которой государство принадлежит живущим в ней гражданам, призвана проложить путь для новых времен, когда в государстве Израиль арабы станут большинством. После этого они будут иметь законное право на основании этого определения демонтировать все сионистские законы, наделяющие евреев преимуществами, особенно в отношении иммиграции». Миари прокладывал путь для претворения в жизнь заявления, которое сделал один арабо-израильский учитель из арабо-израильской деревни Араба. В выпуске от 28 мая 1976 года израильская газета Муариф процитировала его слова «Пока мы меньшинство. Это демократическая страна. Кто сказал, что мы будем по-прежнему меньшинством в 2000 году? Сегодня я принимаю тот факт, что это еврейское государство с арабским меньшинством. Когда мы станем большинством, я не буду принимать еврейское государство с арабским большинством». Невозможно выразить эту мысль еще более прямо, еще более ясно. Те же, кто еще верит, что хотя бы друзы примут Израиль в качестве еврейского государства, могут вспомнить, что во время того же самого заседания Кнессета 15 октября 1985 года «Друзский член Кнессета Зайдан Атши сказал следующее «Государство Израиль принадлежит тем, кто в нем живет». Конец цитаты. «Заседая в еврейском Кнессете еврейского государства, они открыто отрицают еврейскость этого государства. Вряд ли я могу их обвинить. Я понимаю их, и я никогда не смогу понять евреев». Но психоаналитик сможет найти здесь еще кое-что интересное. В этом же Кнессете заседает Туфик Заяд, член Коммунистической партии и мэр Назарета. Помимо прочего, Заяд является поэтом. Он написал песнь хвалы египетским танкам, которые сокрушили тела израильских солдат во время войны Йом-Кипур. «Комитет Кнессета имел мужество в кавычках объявить его стихотворение несовместимым с присягой на верность государству Израиль, которую приносит член Кнессета». Конец цитаты. Однако никаких взысканий на парламентария наложено не было. В 1976 году Заяд ратовал за демократию и пропорциональные квоты в лучших традициях еврейских либералов Американского еврейского комитета Ибней Брита. Он утверждал, что поскольку арабы составляют 15% населения Израиля на тот момент, у них должно быть 3 министерских портфеля, 18 мест в Кнессете и пропорциональное число руководящих постов в различных министерствах. Джурзалемпост, 2 мая 1976 года. Есть ли хоть один демократ, который бы не одобрил это предложение? Есть ли хоть один нормальный еврей, который не воскликнул бы никогда? Да. Нет. Заяды другие арабы-парламентарии не зря так возмутились, когда другой член Кнессета Пинхас Гольдштейн в марте 1984 года предложил законодательно объявить песню «Атиква» национальным гимном Израиля, а его оскорбление считать преступлением. Депутат Заяд объявил законопроект Гольдштейна расистским, после чего совместно с главами арабских городов потребовал принятие нового гимна, который будет приемлем для арабов и в котором будет отражено «арабо-еврейское партнерство» в кавычках. Что так встревожило арабов Израиля и еврейского государства? Именно это «Атиква», гимн, слова которого дышат еврейскостью, который настраивает Израиль на тон еврейского государства, «Атиква», написанная в первые дни современного сионизма, это еврейский гимн, пока внутри сердца все еще бьется еврейская душа, и в края востока вперед на Сиону стремлен взгляд, еще не погибла наша надежда, надежда которой две тысячи лет быть свободным народом на своей земле, стране Сиона и Иерусалима. Вот что сказал Асад Азиаза, глава арабо-израильской деревни Дубурия, «Я не могу просить арабского школьника встать и спеть слова «бьется еврейская душа». Я не против национального гимна, но он должен быть применим ко всем гражданам государства, включая арабов». Что предлагает Азиаза? Строчку «бьется еврейская душа» он предлагает заменить на «бьется израильская душа». Именно это хотят сделать все арабы в Израиле, сделать так, чтобы государство не было еврейским, принадлежащим евреям внутри страны и за ее пределами, но чтобы оно было «израильским», принадлежащим только тем, кто в ней живет, евреям и арабам. Сделать его Израилем до первой же возможности превратить в Палестину. Именно это и имел в виду Миари, когда в интервью газете «Джерузалемпост» 8 августа 1984 года признался, что ему нужны изменения в национальном гимне и всей национальной символике, чтобы они не оскорбляли чувства арабов. Конец цитаты. Конечно, арабу сложно не посочувствовать. Вполне понятно, что ему трудно петь о еврейской душе. Однако решение проблемы вряд ли состоит в демонтаже израильской еврейскости. Ответ на все неудобства арабов состоит в следующем. Переехать в ту страну, где поют об арабской душе и где араб будет чувствовать себя как дома. Насколько израильские арабы позитивны и самоуверены идеологически, настолько же паганизированные евреи запутаны и поражены шизофренией, виной и отчаянием. Еврейские либералы, левые интеллектуалы, все, кто составляет эллинизированное еврейство этой страны, четко понимают вопиющее противоречие между их стерильным светским сионизмом и их же западными эллинизированными либеральными ценностями. Так Узи Бензиман, член редакторского совета газеты «Арец» 10 июня 1976 года, написал заметку для еврейского телеграфного агентства, в которой он до боли честно описал всю глубину проблемы. Заключение этой заметки красноречиво говорит из-за себя, из-за эллинистов, которых он представляет. Цель создания Израиля состояла в том, чтобы дать евреям возможность иметь собственное независимое государство, в котором они могли бы выполнить сионистский идеал восстановления независимой национальной жизни. Однако отношения между арабским населением с одной стороны и евреями и иммигрантами с другой никогда не были в достаточной степени ясны и определены. В действительности корень проблемы состоит в самом определении государства, как еврейской страны, которая позволяет арабскому меньшинству вести собственную жизнь. Отношения между еврейским большинством и арабским меньшинством не могут быть описаны в тех же терминах, что и отношения между англоязычными канадцами и их французским меньшинством, хотя даже у них есть серьезные проблемы. Отношения между евреями и арабами осложнены по той причине, что большинство представляет собой уникальную сущность, олицетворяющую религию и национальную государственность, в то время как меньшинство принадлежит более крупному вненациональному организму, существующему в различных национальных формах вдоль границы с Израилем. «Необходимо новое определение израильской нации. Еврейский народ должен спросить себя, является ли существование еврейского независимого государства важной ценностью, заслуживающей личных жертв?» Конец цитаты. Остается только надеяться, что когда евреи будут читать эти слова, автор которых ненавидит Мейра Каханы лютой иррациональной ненавистью, они поймут, что стоит за словами эллиниста, потому что когда они это поймут, они увидят, кто на самом деле является врагом еврейского народа и еврейского государства, необходимо новое определение израильской нации. Бензамин боится прямо сказать, что он вкладывает в это определение. Государство, которое больше не определяется, как еврейское, и не настаивает на еврейском большинстве и суверенитете. При этом он осознанно использует фальшивое понятие «израильская нация», которого не существует в природе. Нет никакой израильской нации. Есть израильское государство, принадлежащее еврейской нации. В согласии с иудаизмом, страна называлась землей Израиля, потому что принадлежала народу Израиля. По этой логике, новообразованное в 1948 году еврейское государство должно было называться Иудея, потому что оно принадлежит народу Иудеи, Иудеям. Бензиман, этот страдающий от комплекса вины эллинист, хочет это изменить. Изменения нужны ему. Он хочет увидеть конец еврейского государства. И прямо говорит это, еврейский народ должен спросить себя, является ли существование независимого еврейского государства важной ценностью, заслуживающей личных жертв. Что за жуть, что за непристойность предлагает нам этот сбитый с толку израильтянин. Две тысячи лет его предки шли на личные и национальные жертвы ради величайшей из европейских ценностей независимого еврейского государства. И теперь этот продукт западного эллинизма, охваченный комплексом вины и самоуничтожения, осмеливается предложить отказаться от мечты двух тысячелетий, от возвышенной еврейской идеи еврейского государства. Бензиман, который получил государство из рук евреев, которые были сионистами, которые положили жизнь ради еврейского государства. Теперь он берет это государство, стоившее столько еврейской крови, пролитой ради еврейского суверенитета, и заявляет, что настало время трансформировать его в нееврейский Израиль, чтобы избавиться от проблем и ужасов сионизма. Левые эллинисты не просто сбиты с толку, они также нравственные и интеллектуальные трусы. Ведь если Бензиман понимает проблему, а он ее понимает, и если его беспокоит противоречие с демократическими ценностями, то что мешает ему уехать и найти себе такую демократическую, западную страну, где он не будет страдать от той умственной агонии, которая мучает его в Израиле. Бензиман потому хочет увидеть саморазрушение еврейского государства, что в своей искаженной от боли душе он хочет увидеть конец еврейского народа. Нет, нам нужны не новое определение Израиля, а уход поколения пустыни, поколения Узи Бензиман с их рабским менталитетом и появление нового поколения евреев, гордых, свободных, приверженных иудаизму и нации. Это и есть настоящая борьба. Борьба евреев против эллинистов. С одной стороны, у нас есть евреи, видящие себя частью еврейской нации, особенной, отличной и уникальной, обладающей наиглавнейшей ценностью. Евреи, для которого государство Израиль значимо лишь в той степени, в какой оно является частью земли Израиля, уникальной земли для особого избранного народа, еврейского государства, для еврейского народа. И с другой стороны, эллинист, лишенный всех специфических еврейских ценностей, страдающий от болезненного конфликта между собственной случайной еврейскостью и осознанно выбранной поганизацией, разделенный надвое комплексом вины и самоуничижения, мечтающий избавиться от этого уродливого иудаистского горба. Борьба между этими двумя полюсами и есть настоящая борьба. Война, идущая гораздо дальше арабо-еврейского противостояния. Эта война видна по романам, таким как роман левой писательницы Юэлы Хар-Шефи «Вне прицелов. История арабской семьи в обетованной земле». Конечно же, как и во множестве фильмов, постановок и книг обеспокоенных левых израильских эллинистов, главный герой здесь – араб. Конечно же, здесь присутствует любовная история и межнациональный брак араба с еврейской девушкой. «Вдумайтесь в бессмертные слова Майи, еврейской возлюбленной героя-араба. Он – наша надежда, наш мост в арабский мир. Если мы от него отвернемся, мы уничтожим собственное будущее». Конец цитаты. Ну и, конечно же, главная мысль автора звучит в ее художественном «Альтер-эго». «Я думаю, что все наши проблемы с арабскими гражданами коренятся в том факте, что на самом деле государство Израиль – это двунациональное государство, хотя оно и отрицает этот факт. Еврейское государство будет привержено еврейским ценностям, как я их понимаю, только в том случае, если его еврейские граждане не будут обладать преимущественным статусом над нееврейскими». Конец цитаты. Очевидно, что ни Майя, ни ее создатель господа Харшефи не понимают, что такое еврейские ценности. Действительно, диву даешься, зачем вообще универсалисты и гуманисты возятся с такими расистскими понятиями, как еврейские ценности, вместо того, чтобы отбросить этот племенной вздор и говорить о человеческих ценностях. Ведь ясно, что их нееврейским партнерам и супругам было бы гораздо проще принять такой подход. Примечательно, что это невероятное противоречие между сионизмом и западными демократическими и либеральными ценностями осознавалось некоторыми еврейскими иллинистами еще до создания нашего государства. Соответственно, многие из них выступали против создания еврейского государства во время Холокоста и непосредственно после него. Как удивительно иной раз видеть, до какой степени изгнание сказалось на евреях. Так, Альберт Эйнштейн, стоило ему только покинуть свои шесть соток физики, тут же поразительным образом обнаружил пределы своей гениальности. Я бы скорее предпочел увидеть разумное соглашение с арабами по поводу совместного проживания, нежели создание еврейского государства. Конец цитаты. К счастью, нормальные евреи отвергли мечту ученого о еврейском Ливане, хотя ее и продвигали такие люди, как философ Мартин Бубер, чья изумительная манера выражаться так, что никто не мог его понять, принесла ему репутацию великого мыслителя и бывший ректор еврейского университета Иуда Магнес. В каком-то смысле они пополнили ряды и комплексующих антисионистов Юлиус Розенвальд, Элмер Бергер, Альфред Лилиенталь и большинство представителей реформистского иудаизма, чьи взгляды хорошо изложил конгрессмен от Калифорнии Джулиус Канн. 5 марта 1919 года он опубликовал в газете New York Times петицию, которую подписал ряд известных евреев, включая самого редактора газеты Адольфа С. Окса. В ней говорилось «Еврейское государство подразумевает фундаментальные ограничения на расу и религию. Сионизм утверждает, что под еврейским господством будут уважаться все расы и веры, однако главная идея демократии не покровительство и терпимость, а справедливость и равенство». Конец цитаты. Современный апостол антисионизма Элмер Бергер выразился аналогичным образом, выступая с лекцией в Гейгельбергском колледже в Агайе 19 января 1971 года. «Сионистская национальность государства Израиль, еврейский народ, по определению не может сосуществовать с нееврейским народом, представители которого при помощи стандартных демократических процедур, могут поставить под угрозу еврейский характер государства». Антисионисты и до Первой мировой войны, и после нее, страшно страдали от галутного комплекса, что скажут язычники. Самое удивительное в этом то, что сегодня к ним присоединились новые «гордые» в кавычках «еллинисты», рожденные уже в Израиле, которые предлагают то же самое. Израиль, который больше не будет еврейским, в котором не будет места для концепции государства, для еврейского народа, где суверенитет и политическая власть принадлежат только евреям. Но даже при этом гораздо большая степень безумия характерна для тех израильтян, которые продолжают оставаться сионистами и настаивать на еврейском характере государства. Именно из их уст раздаются иной раз утверждения, неслыханные по своей логичности. Беззаботно и радостно шагая по жизни, они не хотят и думать о том, что за углом может скрываться опасность. Так в дискуссии на страницах ежемесячника «Каунтерпойнт» за апрель 1986 года доктор Йосеф Геннад, ассистент Эзера Вейцмана, «Очевидно». В Торе своему хозяину пишет «Нет ничего плохого в том, чтобы араб голосовал за сионистскую партию. Мы хотим, чтобы израильские арабы гордились тем, что они арабы и тем, что они израильтяне. Между этими понятиями нет никакого противоречия». Конец цитаты. Бессмертная проза. Завораживающая логика. Чем-то напоминает сладкие речи Беньямина Гуральге, бывшего советника Минахима Бегина по арабским вопросам, который сказал в 1980 году. «Радикализации арабов в Израиле не существует». Или бывшего министра обороны и руководителя партии Ликут Моше Аренса. Одним из величайших достижений государства Израиль является равноправие его арабских граждан. Однако мы по-прежнему далеки от их полной интеграции в израильское общество, при которой молодой деревенский араб будет чувствовать себя израильтянином, даже прогуливаясь по улицам Тель-Авива. Вот вызов, который все граждане Израиля и евреи, и арабы призваны решить. 10 января 1981 года «Можно лишь развести руками от удивления, равно как можно преисполниться гневом, видя, как еврейские правящие круги пресса практически ежедневно хоронят доказательства ненависти израильских арабов к еврейскому государству, их желание во что бы то ни стало приблизить его конец. Еврей, читающий официальную, в кавычках, еврейскую прессу, состоящий в какой-нибудь официальной еврейской организации, ужасающе неосведомлен о реальном положении дел с враждебностью арабов. Он – жертва осознанной политики игнорирования растущей враждебности и борьбы против Израиля, которая имеет место в среде современных израильских арабов. Он – жертва людей, которые в свою очередь являются жертвами своей собственной либеральной идеологии, у которых не хватает ни честности, ни мужества признать свою ошибку. Нет религиозных фундаменталистов более махровых, чем либерально-прогрессивные. Их слепая вера в наивные лозунги арабо-еврейского существования в кавычках и еврейского демократического Израиля с полным равноправием арабского меньшинства не дает им увидеть реальное положение дел арабов, ненавидящих еврейское государство с его еврейским большинством, арабов, отрицающих покровительственную терпимость по отношению к себе как к меньшинству. Они сами хотят стать большинством, они хотят иметь арабское государство, они сами хотят писать банальности о сосуществовании с еврейским меньшинством. В феврале 1985 года на юридическом факультете еврейского университета на горе Скопус должен был выступить представитель ливанских христиан. Тогда сотни студентов из числа израильских арабов ввязались в ожесточенную схватку с охранниками и полицией. Кульминацией того вечера стала следующая картина. Арабские студенты, граждане Израиля, прогрессивные и образованные, по либеральным еврейским стандартам, моральные должники перед евреями за все, что дали им щедрые, добродетельные американские покровители и либерал-социалисты из правительства, эти арабы, как один, запели гимн ООП Беллади. Родина, родина, фатх, революция против агрессии, в Палестину, землю наших предков, я должен вернуться, фатх, революция, она победит. Аль-Ассифа, надежда моей родины, Палестина, моя родина, у меня нет большей любви, смысла и будущего, я пойду к тебе, и моя решительность ударит несправедливость по лицу. Палестина, моя родина, моя единственная надежда, мы должны вернуть тебе достоинство твоего рассеянного народа, собравшись под знамена священной борьбы. Палестина, моя родина, твой народ никогда не погибнет и не замолчит, и Аль-Ассифа всегда будет держать палец на спусковом крючке. Неудивительно поэтому, что в израильской газете Маариф в выпуске от 26 мая 1986 года говорилось следующее. Враждебная террористическая организация в Иудее, Самарии и Газе финансируется израильскими арабами. Об этом командование армии сообщило вчера начальнику штаба Моше Леви. Удивительно? Едва ли. Извлекут ли из этого урок двуногие леминги Моисеевой веры? Едва ли. Бедный еврей, которому реформистские раввины привили вакцину от логики, а безнадежные либеральные лидеры надежно оградили от здравомыслия, он никогда не увидит того, о чем писали израильские газеты 30 октября 1984 года. Эту историю передало телеграфное агентство ИТИМ. В галилейских деревнях, на свадьбах и других праздниках нередко можно услышать провокационные песни ненависти, в которых поется об Абу Амаре, Арафате и его храбрых воинах Палестины, которые должны «отрезать головы проклятым сионистам». Конец цитаты. Корреспондент ИТИМ Арьем Иир пишет, что присутствующие одобряют исполнение подобных песен и никто не протестует, не пытается их остановить. Два дня назад в одной из деревень Западной Галилеи во время свадьбы одна певица исполняла песню, где были такие слова «О, мама, дай мне винтовку, чтобы ликвидировать сионистов на вершине холма». В прошлом такие случаи носили единичный характер. Сейчас же подобные песни поются постоянно и открыто, когда на свадьбе нет певца, крутят пленки. Правда в том, что этот феномен в кавычках далеко не нов. Еще 4 мая 1977 года газета «Идиот Охронот» сообщала, что на свадьбе в деревне Румана, что в Нижней Галилее толпа пела песню с такими словами «Мы вырежем детей сионистов и мы будем попирать ногами их Тору». В январе 1986 года тот же корреспондент агентства ИТИМ Арье Меир передавал, что Назарет, арабская столица в кавычках «Израиля», стал центром распространения антиизраильских аудио- и видеокассет. Только слабоумный жулик или человек, лишенный всякой национальной гордости, будет потрясен этими явлениями. Было бы удивительно, если бы израильские арабы не реагировали подобным образом. Только ненормальные могут быть довольны жизнью в стране, которая и де юре, и де-факто принадлежит другому народу. Нормальных мужчин и женщин, каковыми являются арабы, эта ситуация приводит в гнев, и только жалкие либеральные лемминги Моисеевой веры ничего не видят и еще меньше понимают. Нас годами уверяли, что израильские арабы верны Израилю, и лишь немногие единицы вовлечены в терроризм. Точно так же можно доказать в кавычках верность французов нацистским оккупантам, поскольку в антигитлеровском сопротивлении участвовало едва ли несколько тысяч из 40 миллионов французов. Дело в том, что для восстания против правительства, против полиции нужна смелость. Большинство французов не участвовали в сопротивлении нацистам не потому, что поддерживали их, а потому, что боялись. Это же относится и к израильским арабам. Сегодня подавляющее большинство из них слишком боится израильских спецслужб, чтобы что-то предпринимать против еврейского государства. Однако нет никаких сомнений, что они ненавидят это государство. Но времена меняются. В марте 86 года семь израильских арабов из селения Кфар-Касем, что к востоку от Петоктиквы, были арестованы по обвинению в закладке бомб в Тель-Авивском центральном автовокзале Бнейбраке и Петоктикве. В апреле того же года 10 арабов, включая жителей Бака-Аль-Гарбии, одного из крупнейших арабских городов Израиля, были арестованы и осуждены за убийство 19-летнего израильского солдата Мошетамама. Тамам пытался поймать попутку недалеко от израильского города Нитания, когда его похитили израильские арабы, после чего подвергли ужасным пыткам и убили. При этом интересно отметить, что одним из 12 израильских граждан, которым было поручено зажечь факел на западной стене Иерусалима в день независимости, был мэр Бака-Аль-Гарбии. Эта честь была оказана ему в знак того, что его город известен своей верностью Израилю. Каждый день в ситуациях мелких и не очень израильские арабы постоянно подтверждают свою враждебность еврейскому государству. В июне 79-го года арабо-еврейский центр Хаевского университета, спонсируемый фондом Форда, обнародовал результаты опроса, проведенного среди израильских арабов. Опрос показал, что 50% арабов нашли смелость заявить, что Израиль в качестве еврейского государства не имеет права на существование. 64% опрошенных сказали, что сионизм это расизм и не менее 59-ти высказались в пользу возвращения Израиля границам 47-го года согласно плану разделения ООН. Более того, подавляющее большинство опрошенных полагает, что закон о возвращении носит расистский характер и должен быть отменен. С тех пор были проделаны улучшения в кавычках. Хотя живущие в еврейском государстве арабы ранее определяли себя как израильских арабов, в декабре 85-го года, 68% из них открыто заявили о себе как о палестинцах. А чтобы еще четче увидеть истинное положение вещей, давайте не будем забывать, что довольно большой процент арабов просто боятся говорить о том, что думают. Стоит ли удивляться тому, что сказал член ГНЕСЭТа Туфик Заяд на похоронах у рожденного израильтянина Рашида Хусейна, члена ООП, которые проводились в его родной деревне Мус-Мус в присутствии тысяч израильских арабов, сказал он в частности следующее «Мы никогда не сдадимся, пока та цель, за которую выступал Рашид Хусейн и его друзья, за которую они сражались, не будет достигнута». Конец цитаты. Рашид Хусейн и его друзья? Какие друзья? Ну как же? Конечно же ООП, А за что они сражаются? Какова их цель? Палестинская хартия, Библия ООП не оставляет в этом никаких сомнений. Устранение еврейского государства и создание на его месте палестинского арабского государства. Вот чего хочет член Кнесета Заяд. Вот что хотел бы увидеть любой араб в Израиле. «Кем бы араб ни был, но он не дурак. Он знает о несовместимости между еврейским и арабским государством. Что более важно, он знает и то, что еврейское государство не может быть демократичным в западном понимании этого термина, который подразумевает равенство всех граждан вне зависимости от национальности. Демократии не бывают с прилагательными, не существует еврейской или арабской демократии. Есть демократия и есть еврейское государство или арабское государство». Арабо-израильский писатель Антон Шамас написал в Иерусалимском еженедельнике Коль Гаир 13 сентября 85 года следующее «Декларация независимости, которая по-прежнему считается либеральным документом, мне представляется спидом еврейского государства в земле Израиль. Мононациональное еврейское государство по определению несет в себе семена катастрофы. Коллапс иммунной системы любого государства демократии». Конец цитаты. Араб, которому нечего терять, прекрасно все понимает. Еврей, дрожащий словно в лихорадке, осознавая убийственную логику этого аргумента, эту абсолютную истину, бежит от нее в страхе, но это ему не поможет. Можно убегать от проблемы, но она остается и лишь разрастается. Если начать лечение опухоли на ранней стадии, излечение возможно. Если ее запустить, вердикт один – смерть. СМЕРТЬ с